Ты ненавидишь путешествия во времени! Ты ненавидишь путешествия во времени! Когда пробил Рона-4, прямо над тобой появился наблюдатель, и он хихикал над твоей глупостью уже несколько минут. Клевер мог бы развлечься, помогая тебе открыть это хранилище, ценой ответов на несколько его заумных временных загадок, о чем можно и не упоминать. Если бы ты только сначала поискал его помощи, вместо того, чтобы ломиться как тупой здоровяк, которым ты являешься в эту смертельную ловушку стабильных и не таких уж стабильных временных циклов, в основном нестабильных на самом деле. Эти ребята слишком тупы, чтобы воспроизвести даже элементарную техническую стабильность на более чем пару итераций. Если бы ты не был так занят, Клевер мог бы сказать тебе, что ты мог бы воспользоваться помощью лома, чтобы выбраться из временных циклов стабильных или нет. Если бы ты не был так занят, а он не был таким мертвым. Хе-хе-хе! Шов бормочет себе под нос в своей мастерской. Он догадывается, что яичница и печенька опять устраивают разгром, потому что ткань пространства-времени жутко разрывается на каирской шинели лорда Инглиша. Именно по этой причине он держит запасную шинель и всегда оставляет одну из них у шва. Каждая банда старается иметь собственного доктора под рукой, но если вы имеете дело с путешествиями во времени, то лучше заодно иметь и чертовски хорошего портного. Червовый грабитель. Вызови Пикового на помощь. Ты говоришь Проныре, чтобы он тащил свою костлявую сзади с укранилища. Тут творится долбанный бедуам. Ты говоришь ему, что я попросил помощи у двойки, но сюрприз, сюрприз, его нигде не видно. Большой сюрприз, говоришь ты ему. Ты говоришь ему, что это сарказм. Он говорит, что знает. Проныр говорит, что уже идет. Он посмотрит, не удастся ли вызвать бандита для поддержки. Бандит говорит, что двойка преследует плавника, в то время как он следует за двойкой. Он придет на подмогу грабителю сразу же, как только он и двойка позаботятся о делах со швом. Проще и быть не может. О, да, еще он упоминает, что он шпиговал плавника свинцом, так что его можно вычеркивать из списка. Ты подтверждаешь все это. Плавник выламывается в мастерскую шва. А что там бормоча про быть осторожным с маленьким парнем, который вот-вот придет сюда? Он говорит, что это из-за того, что у него на голове бомба, которая, несомненно, очень взрывоопасна. И даже малейшая искра, скорее всего, заставит ее сдетонировать. Шов видит очевидное плохое состояние плавника и проверяет его манекен. Ясное дело, эта штука разорвана в клочья. Но он должен быть как новенький, если залатать манекен, прежде чем он истечет кровью до... ...смерти. Восемь из пятнадцати зеленых тушек мертво. Крестовая двойка вломись с тростью из бычьего пениса наготове. А ну все с дороги, мать вашу! У тебя шляпа, заполненная взрывчаткой. Кулаки, заполненные пенисом. И голова, заполненная пустотой. Эй ты! Бросай свой скотный хер и успокойся к чертовой матери! Ты же осознаешь, что Си-4 стабильная взрывчатка и не сдетонирует от выстрела. Верно? Ой! Бубновый бандит, прокрадись в бутик шла. Бросай пушку и лезь внутрь. И не запачкай кровью костюмы. Ось! Ты признаешь, что мысль таска взятого в заложники портного, куда бы ты ни пошел, приятно, по многим личным причинам. Но в данном случае держать его живьем будет выгодно, чтобы разобраться с инглишем позже. Червовый грабитель, возбуди идиотов красными щечками. Это предсказуемо ни к чему не привело. Вытаскание этой твоей непристойности казалось очень плохой идеей. Теперь копии из будущего появляются справа и слева, и эти клоуны облепили их со всех сторон. Проныра! Где, черт возьми, тебя носит? Пиковый Проныра, вытащи булавку лома. Бомб снова живой. И целая куча других вещей теперь идет по-другому. Ты забыл, что эта банда выглядит почти до в половину компетентно, когда этот парень заправляет это выступлением. Хорошая новость в том, что ты убьешь его снова. Пиковый Проныра, вставь и быстро выть булавку снеговика. Вы понятия не имеете, насколько ты хотел бы это сделать. Но даже ты не настолько сумасшедший. И все равно довольно соблазнительно. Продолжение следует... Стой спокойно, Проныра. Тебе что-то в глаз попало? Все всегда прекращают польбу, когда рядом снеговик. Если ты её убьёшь, ты разрушишь вселенную. Пиковый Проныра вытащит нож из глаза. Это не нож, это мундштук снеговика. Единственное, в чём ты уверен, так это в том, что ей придётся чертовски постараться, чтобы вернуть его. Пиковый Проныра, отдай его козлу. Ты бросаешь копьё в козла. Но, конечно же, это всего лишь поверхностная рана. Похоже, это единственный тип ранг, который ты когда-либо мог нанести этому жирному увольню. В результате ты и он проявляют случайный момент времени. Похоже, это недавнее прошлое, когда Шов и Ом устанавливали ящики для неизбежной перестрелки, что бы очень багразумно с их стороны. Твои ребята с тяжёлым вооружением должны объявиться в любую минуту. Пока что, ты появился неожиданно для всех. Пиковый Проныра, убей кого-нибудь из ярости и раздражения. Шов получает удар деловым концом твоей погремушечной сабли. Он мёртв. По крайней мере, в этой линии времени. Пиковый Проныра, привнеси ножи на перестрелку. Куда это ты забрался, жирный? С ним ты разберёшься через минуту. Ты выхватываешь своё обоюдоострый меч и бритву Аккама. Пиковый Проныра, бритва Аккама, голова Лома. Сделай это. Лом отражает пикового короля в тушу козла, промахнуться по которой невозможно. Вы прыгаете далеко в прошлое. Много лет в прошлом. Что иначе говоря, сейчас, в это время. Подвое предатель пялится на импровизированное пустынное сражение. Он игнорирует их, как кучку плохо воспитанных разбойников, не заслуживающих дальнейшего расследования. Хотя, он делает небольшой одобрительный кивок по отношению к простой и удобной шляпе, носимой одним из контрабандистов, который представляется ему просто поразительным показателем хорошего вкуса в одежде. Пиковый Проныра ударил Лома по голове. Ты не можешь пока что его убить. Тебе он нужен живьем, чтобы вернуться в изначальную линию времени. Хотя, ты заберешь этот Ломик. Пиковый Проныра запихай его в твою колоду карт. Ты заталкиваешь его в военный сундук. Козла тебе также надо оставить живых на время. Не для того, чтобы вернуться в правильную линию времени, но в правильное время. Кстати говоря, куда этот пузан собрался кувылять? Пиковый Проныра просто режь козла, пока временные заморочки не прекратятся. Ты обходишься с ним по старинке, в стиле «хватай и режь». Ты появляешься в будущем. Ты полагаешь, что это уже после окончания перестрелки. Перестрелки, о которой так никогда и не произошла, так как ты убил или похитил всех, кто должен был в ней участвовать. Похоже, что здесь только грабитель. Пиковый Проныра неси на себе козла, как Титан Атлас понес бы на себе мир. Ты приказываешь Червову быстро сбросить его в ванну, пока эта жирная туша не довела тебя до инвалидного кресла. Если ты заберешь козла назад в свое время и убьешь его там, это должно избавить тебя от выслеживания его. Возможно, так же стоит забрать шва. Может быть. Ты не совсем уверен, что все должно сработать так. Хотя, тебя это особо и не волнует. Ты сбрасываешь их в гневанну, затем засовываешь ее в собственную колонну карт. Но ты возвращаешь грабителю умерзительную литературу, которую он беспечно оставил на виду. Никто никогда не поймает тебя на разбазаривание твоей любимой похабщины. А если бы ты так и сделал, та копия журнала красивых терьеров могла принадлежать кому угодно. Никто ничего не сможет доказать. Пиковый Проныра снова вставит булавку лома. Ты возвращаешься свою исходную линию времени. Но на этот раз у тебя есть лом из другой линии времени, запихнутый в свой сундук, принесенный в линию времени, где он должен был быть мертв. Так что ты полагаешь, что теперь он жив в этой линии времени, что частично определено его смертью. Ладно, неважно. Возможно, тебе стоит просто прибить его снова. А еще здесь козел с другой линии времени. Так что, наверное, теперь здесь два козла. Света становится несколько тупым. Ты открываешь сундук и освобождаешь обоих. Лом выглядит не особо довольным. Ты отражаешь его выстрел в превосходную изумительных размеров гравитационную воронку в лице козла. Все в прошлое! Ты уклоняешься от его следующей очереди. Похоже, что козел из твоей линии времени, то есть настоящий козел, был в этой комнате в этот момент времени. Он и лом обмениваются пулями и исчезают. Они, несомненно, потратят остаток своих патронов, шпигуя ими друг друга по всей линии времени, попутно разрушая все часы между сейчас и настоящим временем. Ты пока что-то объясняет бардак, который ты видел, когда прибыл сюда. Слава богу, ты в этом разобрался. А то ты точно потерял бы сон, пытаясь понять. 20 из 107 часов переразрушено. В первый раз. В итоге получаем... Знаете что? Неважно! Пиковая Пронера, возьми пару секунд перерыва, чтобы придумать какую-нибудь связанную со временем коронную фразу. Ладно, кажется ты сообразил. Путешествия временем могут быть тем еще... мечом о двух лезвиях. Стоп! Это было отвратительно. Очень, очень плохо! Ты уверен, что может придумаешь что-нибудь получше. Посмотрим. Извини за... Нет, время выходит... Нет, погоди, блядь! Ты просишь немного помощи у самого себя из прошлого. Время... Что-то времени. Время кончилось. Нет, погоди. Как ты еще что... Какого-нибудь каламбура о часах? Да нет, черт, может ты просто высушишь меня? Ты почти придумал что-то! Время... Время... Нахер это! Слишком много поваров на кухне! О! А что эта трясущаяся куча жира задумала? Пиковый Пронера, сначала ударь его ножом. Каламбура отпускать будешь потом. Как раз когда ты услышал, как ты из прошлого спросил, что случилось с твоим глазом, ты воткнул в козла свой нож с эффектом бабочки. Ты вспоминаешь, как некоторое время назад спросил себя о своем глазе, и как ты не дал сам себе ответа, прежде чем исчезнуть. Может быть, если бы ты остановился и подумал об этом лишнюю секунду, ты мог бы предупредить себя и избежал бы всего этого бардака, хотя при этом и создал бы парадокс. Но твоя строгая политика сначала бить, а отвечать на вопросы потом предотвратила это. Ты уверен, что ты из прошлого понимает или понял? Ты в этом уверен, потому что ты четко помнишь, что понимаешь или понимал. Ты теперь прошлый пиковый Пронера. Снова. Ты только что собирался вытянуть булавку Уома. Ты полагаешь, что все, что случилось с твоим будущим тобой и козлом, изначально случилось в этой комнате, пока нас тут не было, и мы наблюдали с бобновым бандитом или еще чем. Это имеет смысл. Прошлый пиковый Пронера. Вынь булавку Уома. Происходит куча херней, которые мы уже видели. Прошлый пиковый Пронера. Будь в будущем пиковой Пронеры. Быть в будущем тобой гораздо конструктивнее, потому что ты будешь делать вещи, которые ты еще не делал. Похоже, что ты в будущем. Тут кровавый бардак. Часы изрешищены пулями больше, чем когда-либо, и похоже, что Уома и оба козла были обезглавлены. Ты практически уверен, что ты будешь или уже был ответственен за это, что, разумеется, означает больше путешествий во времени. Похоже, что ванны и суммы пропали. Это значит, что ты будущий уже должен был упаковаться и отбыть. Надо бы записать все эти вещи, чтобы ты знал, где находишься сейчас в линии времени. Ты замечаешь что-то на той стене. Эти часы, которые раньше не были разрушены, теперь заляпаны кровью, в них полно дыр. Не особо примечательно. Просто у тебя чувство, что тебе стоит запомнить этот факт. 180 тысяч часов разрушено. Происходит куча херни, которую мы уже видели. Ты вытягиваешь мундштук из его брюха. Ой, очередной прыжок во времени. Этот мешок дерьма продолжает тянуться к своей пушке. Толстомордый собирается свести счеты за свою большую задницу. Тебе действительно стоит вывести его из строя, не причиняя ему новых ранений. Пиковый Пронера быстро вытащит копье из козла. Посчитай овечек, сучара. Погоди-ка. Часы на стене. Они еще не были разрушены. Но вот-вот будут. Они будут дико до того времени, на котором встанут в будущем. Возможно, если правильно выбрать время, ты сможешь закончить весь этот бардак одним беспощадным ударом. Ты даже выдумал наикрутейшую фразу, которую можно произнести, когда пройдет время. Над ней ты работал довольно усердно. Погоди, погоди. Не хотелось бы резать и... Погоди, нет. Еще нет. Погоди. Не хотелось бы... Нет. Погоди... Не хотелось бы резать и... Твою ж мать! Еще нет. Не хотелось бы резать и убегать... Блядь! Не хотелось бы... Не хотелось бы... Не хотелось бы просто срубить все ваши головы этим мечом. Очень сожалею об этом. Моя промашка Ты разрубаешь их всех Своей рапирой остроумия 9 из 15 зеленых душ мертво 2 из 9 зеленых душ Умерщелено дважды 1 из 15 зеленых душ мертво в первый раз Но это труп из альтернативной вселенной Так что может быть это не считается 7 из 108 часов безвозвратно Переразрушено Ты хватаешь ванну с сундуком и двигаешься дальше Уже в общем и целом Достаточно этого нотсеса Бубновый бандит, позвони пиковому